так мы будем делать сейчас сразу с грибами для этого нам потребуется мелко нарезанный лук это для начинки и грибы шампиньоны сейчас мы с вами порежем и фарш фарш я уже тоже подготовила здесь уже лук перец соль режем грибочки грибочки мы режем не крупно так как они у нас будут внутри начинки по желанию можно их натереть но я не люблю натертые поэтому мы будем резать грибочки мы нарезали вот что у меня получилось лучок тоже я лука кладу немного потому что вы помните что мои лук не едят поэтому я его добавляю везде но добавляю в небольших количествах и мелко режу обжариваем лук и грибы выложу я сразу все вместе вот что у нас получается несмотря на то что грибы у нас свежие все равно в них появляется жидкость и мы ее сейчас выпариваем то есть жарим пока эта жидкость не выпарится грибочки немножко должны быть можно даже не поджаристые но без жидкости однозначно так все грибочки наши готовы так пожаривали все все Все, наливаем в сковородочку масло. И сейчас будем формировать котлетки. Грибочки пожарили, фарш у нас готовый, фарша много, это не все уйдет на сразу, не подумайте. Для того, чтобы фарш сильно не прилипал к рукам, руки немножко смачиваем. Руки смачиваем и делаем. Сразу говорю, фарш должен быть не жидкий. Делаем вот такую лепешку. В центр лепехи кладем немножко грибочка и все это дело закрываем. Вечерина. Продолжение следует... Вечерина. Продолжение следует... вот получается у нас вот такая котлетка обваливаем ее в сухарях все, наша зразинка готова мы ее отправляем на сковородку и делаем следующую таким же образом шагом вниз шагом вниз шагом вниз шагом вниз шагом вниз шагом вниз я сейчас накрою крышкой и буду обжаривать с одной стороны и с другой стороны я думаю, что мне этого будет достаточно я сделаю огонь не сильно большой средний Ну и в это время я сделаю еще, наверное, столько же, потому что у меня остались грибы. Переворачиваем, жарим с другой стороны. То есть вот видите, какие они у нас уже красивенькие, золотистенькие. Все, так же накрываем крышечкой и даем им как бы доготавливаться. У меня получилось еще две зразы, а из этого сейчас я сделаю обычные бифштексы, то есть будут обычные котлетки. Бифштексы? Бифштексы, бифштексы. А разве не котлетки? Нет, не котлетки. Это грибы, у вас тут легче было? Котлетки. Нет, ну есть котлетки, а есть не котлетки. Бифштексы. 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 Я хочу попробовать котлетку, зная вот эту за грибочком. Так, налив мне чуть-чуть водички, потому что для бифштексов оно будет жестковато. Все. Теперь хватит? На бифштексы я еще немножко разбавлю водой, потому что он будет густоват. Это не куриный фарш? Нет, конечно. Какой? Тут свинина, говядина и курица. Я всегда, по-моему, делаю три мяса. А, ну, у меня не попадет. Ты помнишь, как в тот раз? Обязательно фарш выбиваем. Насыщаем его кислородом. Ему надо выбивать, чтобы он кислородом. Чтобы они были более пучные. Чтобы вкуснее были еще. Все, кормим котлетки. Так, мы сейчас только култышечки сделаем. Котлетки будем делать непосредственно на сковородку. Потому что, а сковородка у нас сейчас занята. Я, наверное, высоко поднимала или, наверное, было не видно. Посмотрим. Все, вот еще пять котлет. Так, огонечек немножко добавляем. Ну, теперь плотничком будем укладывать еще и наши бештексы сразу. Лиштекс это котлетка, которая круглая и не обваливается в сухариков. Можно обвалять в муке, но, как бы, я всегда делаю натуральное. Так, и вот вторая сковородочка у нас получается. Две зразы они с сухариками и бештексов четыре получилось. Пятый не влез. Ну, ладно. Ну, и вот мы снимаем пробу. То есть все прожарилось. Грибочки у нас здесь. Да, и мама мне сейчас еще даст. Вот, видите? Все супер. А это мои эксперты. Я думала, Ариша не будет, а Ариша тоже просит. Да, Ариша? Да. Ну, все, сейчас ждем, когда сварится картошечка. Горячо? Да, пробуем картошечку. Да, и будем есть с картошечкой. Потому что немного не соленовато. Не соленовато? Соленовато. Соленоватый? Угу. А я согребу просто немного. Вон, вон! Вон! Вкусно! С хлебом будет очень вкусно. Вкусно! 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 Вкусно, булочка! На гарнир я сварила картошку. Кубиком сейчас мы сольем водичку. Добавим сюда маслечко. Она уже у нас подсоленная. И потом попробуем. Маслечко. Еще я люблю, когда туда зелень, но, опять же, мы и так не едят. Маслечко! Сливочное масло слили. Сейчас заодно опробую вот такое масло, про которое я вам сегодня говорила. Не знаю, что за масло взяла. Оно всего 74 рубля стоит. Я подумала, что на гарниры самое то, чтобы... Потому что сейчас сливочное масло пахнет, кстати, очень даже вкусно. На удивление. Прям маслом пахнет. Но по вкусу не маргарин. Нормально. Особенно, если вы брать его в какие-то гарниры добавляете. Вообще шикарно. За 74 рубля можно. Да, это не самый дешевый вариант. 74 рубля. Но это уже не сто чем-то. Это для экономных. Экономия должна быть экономной. Наша картошечка со сливочным маслечком. Можно зеленью придобрить. И наши котлетки. Это 4 бифштекса. И вот это вот сраза. Я немножко их водичкой при этом. И еще под крышечкой потомила. Немножко водички подлила. Бифштекса дали сок. Водичка прям чуть-чуть совсем потомила еще под крышечкой. Хотя они у нас все были, вы видели, прожарились. Но я надеюсь, что все прожарились. Но так они будут посочнее и будет подливка. Вот. Ну все. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Ушебенки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...